Всем привет! Если вы удивлены, почему я встречаю вас в таком виде, значит обязательно посмотрите первую часть нашего эксперимента. Там мы сравнили три чана и выяснили, какой из них нагревается быстрее и сколько нужно время, чтобы подготовить чан к температуре парения. Какие чаны принимают участие в эксперименте? Восьмигранный чан на 4-6 человек с печью из черного металла. Восьмигранный чан на 4-6 человек с печью с водяной рубашкой из нержавеющей стали. При такой технологии вода постоянно циркулирует и нагрев осуществляется значительно быстрее. И третий — сибирский банный чан «Бриллиант Сибири», в стандартной комплектации которого идет печь с водяной рубашкой. Но здесь водяной контур не только по бокам, но и по всему контуру печи. В этой части эксперимента мы узнаем, сколько времени нужно, чтобы остыли эти чаны и какой из них дольше держит тепло. Парение мы закончили. Теперь смотрим, сколько чаны будут остывать. Внимание! Если вы собираетесь сливать воду, то перед этим обязательно остудите печь, чтобы избежать возгорания деревянных элементов. За остывание принимаем температуру, при которой уже некомфортно находиться в воде. Так как этот показатель индивидуален для разных людей, мы взяли две температуры — 20 и 10 градусов Цельсия. И обратите внимание, что летом воду с чана можно не сливать. Накрываем крышкой, чтобы не попадал никакой мусор. И перед следующей процедурой нужно лишь затопить печь, дождаться, пока вода нагреется, и можно наслаждаться парением на свежем воздухе. Зимой воду сливать обязательно. Наши опыты показали, что чаша выдерживает нагрузку от льда, а вот деревянные элементы могут прийти в негодность. Итак, смотрим, какая температура в наших чинах через 4 часа после того, как мы закончили париться. Я напоминаю, что температура на улице — минус 10 градусов. Внимание на экран! Здесь вы можете видеть, какие показатели у наших чинов. Но наша задача — дождаться, когда все чины остынут до 20 градусов. Значит, вернемся позже. Итак, у нас есть первый. Как вы думаете, что это за модель? Практически одновременно достигли отметки в 20 градусов граненой чины. Чтобы остыть до такой температуры, им понадобилось 6 часов и 13 минут. Но если мы прямо сейчас разожжем печь, еще теплая вода гораздо быстрее достигнет комфортной температуры. Буквально 30 минут, и можно снова париться в сибирском банном чане. Давайте посмотрим, какая сейчас температура в бриллианте Сибири. Мы видим, что сейчас температура воды в нем 30 градусов. Ну что ж, нужно еще подождать. Прошло 8 часов и 29 минут, и сибирский банный чан «Бриллиант Сибири» остыл с 40 градусов Цельсия до 20. Итак, осталось узнать, сколько времени потребуется, чтобы все чины остыли до 10 градусов Цельсия. Мы видим, за сколько времени чины остыли до 10 градусов Цельсия. Соответственно, мы можем сделать вывод, что модель «Бриллиант Сибири» быстрее нагревается и дольше держит в себе тепло. Все результаты эксперимента вы видите на своих экранах. В нашей компании вы можете выбрать одну из трех форм сибирского банного чана и подобрать одну из 88 готовых комплектаций, которая идеально подойдет именно вам. Сибирский банный чан – компания номер один в мире по производству банных чанов. Приобрести нашу продукцию, а также ознакомиться со всем каталогом, вы можете на нашем сайте и по телефону. Подписывайтесь на наши соцсети, ставьте колокольчик. До новых встреч!